Всем привет! С вами Наталья Финкельштейн. Я сегодня хочу поговорить о чуме 21 века. Это вирусы. Вирусы – это неклеточная форма жизни, которая распространяет инфекцию на всё живое, включая бактерии. В переводе с латинского – вирус – это яд. Происхождение вирусов – самая нераскрытая, и самая большая тайна наших биологов. Подробно изученное число вирусов – примерно 5000, и неизученных – более миллиона. Вирусы собой представляют в клеточку молекулу ДНК, защищённую белковой оболочкой капсиды. В неживой клетке вирус, как таковой, не может жить. Он только живёт и размножается. Он даже не размножается, а строит себя как пазель в клетке хозяйки. Если же он выходит из клетки хозяйки так не агрессивно, то тогда он выходит из клеточки, и клетка закрывается, и та часть вируса, которая там осталась, продолжает себя строить. Если же вирус агрессивный, он выскакивает, разрывает клетку хозяйку, и клетка тогда погибает. Впервые термин «вирус» был дан голландским микробиологам Бейлингом в 1898 году. А в 1892 году, раньше немножечко, наш микробиолог Ивановский открыл вирус, но определения, как таковые, ему ещё не смог дать. Вирусы, передача вирусов, осуществляется различными путями. Это воздушно-капельным путём, контактным путём, и с выделениями естественными всего живого организма. Вирусы человека переносят всевозможные заболевания, такие как обычный грипп, обычная простуда, и до спида, и эмболы. Вирусы найдены везде, где только есть живой организм. И считается, что вирусы впервые появились на нашей планете Земля с появлением живой клетки. Вирусы – это самая неизученная часть биологии, поскольку вирусы не оставляют ископаемых останков после себя, как наши фронтозавры и динозавры. И поэтому заниматься изучением вирусов очень сложно. Вирусы, как я уже сказала, не размножаются клеточным делением, а строят себя как пазы. Вирусы в несколько раз меньше одной сотой частицы бактерий. Поэтому долгое время вирусы никак не могли найти и определить. Если, вот так, это я уже сказала, я подсматриваю. Изучением и передачей контроля вирусных инфекций занимаются вирусная эпидемиология. Такое тяжелое слово. В их задачу входит приостановить распространение инфекций во время вспышки вирусного заболевания. И важно найти источник, откуда начинается эта вспышка. И затем создать закрытое такое пространство. Ну, как бы, зная инкубационный период этого вируса, нужно сделать, провести дезинфекцию какую-то, вакцинацию населением. И просто отцепить, допустим, какой-то населенный пункт, если там происходит сильная вспышка. То есть, эта эпидемия уже называется тогда. Создают карантин, никого туда не пускают и не выпускают. У каждого живого организма есть своя защитная функция, врожденный иммунитет. Но не всегда он срабатывает, поскольку есть более ослабленные живые организмы или же более здоровые. Но все равно на какой-то период времени хватает, а потом это уже проходит. Поэтому создаются всевозможные вакцины, лекарственные препараты в борьбе с вирусами. То есть, всем известный ацикловир, или же его по-другому называют завиракс, у всех на слуху, и все знают, если есть герпес появился на губах в основном после переохлаждения или после нервного стресса, то он проявляет себя и сразу же бегут в аптеку и покупают этот завиракс и наносят. Вирусам подвержено все живое на земле. Люди, животные, насекомые, растения и так далее. Но растения имеют самый сложный и эффективный механизм защиты от вирусов. У них есть ген устойчивости. Вирусы растений и созданные на их основе вирусоподобные частицы нашли применение в биотехнологиях и нанотехнологиях. И о том, как растения защищают себя, я расскажу в следующий раз. Всем всего хорошего. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok